По данным на 17 часов 20 июня все многоквартирные частные дома, здания и сооружения на территории города обследованы. Два наиболее пострадавших объекта социальной сферы закрыты. В Белове работает 80 мобильных групп, которые оперативно проводят осмотр домов жителей частного сектора, владельцы которых обратились в администрацию. Специальная комиссия приступила к выдаче материальной помощи. На сегодня планируется 66 человек по мере обращения, по мере составления актов. Наши специалисты продолжают дальше работать совместно с территориальными управлениями и с управляющими компаниями строительными. Мы же пока выдаем пострадавшим из частного сектора. Работники центра соцобслуживания выдают деньги в сумме до 5000 рублей тем, в чьих домах незначительные повреждения и кто может провести ремонт своими силами. Сергей Александрович живет в доме на улице Пролетарской. Мужчина только сейчас немного отошел от пережитого в тот злополучный день шока. Отразилось землетрясение и на жилище. Труба обсыпалась внутри и сверху она падая разбила мне крышу шиферную. Много листов все это повредило. Полученные 5000 пришлись весьма кстати. Даже не ожидал, что вся процедура получения займет всего несколько минут. Конечно, в момент, когда увидела раскачивающуюся люстру и наклонившийся телевизор, Любовь Николаевна не думала о том, что случится с домом, лишь бы все домочадцы были живы и здоровы. Позже глянула, а печной трубы, как не бывало, рухнула. Такие повреждения наиболее распространены в частном секторе. Люди довольны, что власти не оставили их один на один со своими проблемами. Конечно, вот что, 5000 это все равно. Сейчас вот пойдем сразу закупим кирпичи, цементы. Все там, все как нужно, сделаем своими силами. Очень большое спасибо и Тулееву, и администрации. Все это, конечно, спасибо. Пока там листами забил, железными какие-то, какие собрал, чтобы дождь не попадала. Потом, конечно, начну серьезно делать. За два прошедших дня поступило 3300 заявлений. 540 человек получили материальную помощь на первоначальные нужды. Там, где урон у нас большой, и затраты будут превышать 5000, также комиссия выезжает, осмечивает работы. Мы подключаем строительные бригады и помогаем людям ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Здесь, помимо строительных бригад и аварийных бригад, которые работают здесь в трех районах, в Беловском, Гуриевском и в городе Белово, стянуты дополнительно 6 бригад других муниципальных образований. Это муниципальные образования, которые не почувствовали последствия землетрясения. Кроме того, в город прибыли специалисты проектных институтов. На территориях, где больше всего разрушений, как, к примеру, Старобачаты, работают штабы, куда стекается вся оперативная информация. Теперь сегодня дома, по которым институт сегодня уже даст заключение, что они непригодны для проживания, будут ликвидированы силами МЧС. Соответственно, планируем сегодня приступить к демонтажу двух многоквартирных домов и трехчастных домов в городе Белово. И отдельно по поручению губернатора у нас организовано взаимодействие с Министерством регионального развития. По оказанию методологической помощи мы находимся на прямой связи. Это поручение дал Дмитрий Анатольевич Медведев Минрегиону после разговора с губернатором. Соответственно, Минрегион сегодня нам оказывает методологическую помощь по подготовке пакета документов и заявке к федеральным властям в правительстве Российской Федерации на оказание помощи по компенсации затрат, которые мы понесли по возмещению ущерба после землетрясения. То есть эти ущербы уже превышают 150 миллионов по нашим подсчетам. Сумма для нас очень серьезная.